аллергический поэтому меня голова не варит просто весна на меня действует не очень хорошо большое спасибо итак давайте посмотрим в чем заключается ваша научная работа собственно группой проект должен подготавливать вас к вашей научной работы вы значит у нас все специальности но наверное за исключением бизнес-информатики которая крайне специфическая все специальности готовят к компьютер science в самом общем виде с небольшими конечно отклонениями скажем у нпм это небольшое уклонение в математику более глубокую но это в основном задают потому что часть этой специальности уходит специализируется в математику и у нп и это небольшое уклонение в программирование они не программисты 0 9 специальность но у них должно быть просто так по программе небольшое уклонение в программирование у нас ну так получается что у нас на кафедре прикладной информатики теории вероятностей есть два направления под каждое направление и есть специальность диссовете это 05 1317 05 1318 и оба этих направления у нас де-факто занимаются математическим моделированием математическое моделирование это у нас область знаний лежащий отделившийся от физики и лежащая на пересечении математической физики вычислительной физики в отличие от физики часть моделей применяются для не физических областей то есть те области которые еще не описаны с точки зрения физики но модели мы можем их применять и поскольку это математическое и вычислительной физики то у нас в мат моделирование основные направления следующие это математическое исследование модели и вычислительное исследование модели при описании модели выдать далее математическое и математическое описание вот это математическое исследование следующие этапы захватывают обязательные этапы это алгоритмическое исследование модели то есть какие алгоритмы следует применять описание этих алгоритмов и так далее третий этап у нас это собственно сами вычисления это у нас вычислительная все-таки область и четвертый этап это у нас результаты и общая подача информации значит что мы имеем когда вы будете защищать если кто-то поет в аспирантуру защищать свой аспиранские диссертацию или магистрскую бакалаврскую ну честно сказать в магистратуре и бакалавриатуре на это смотрят проще у вас должны быть следующие составляющие у вас должна быть модель математическое описание к математическом писании обязательно вас должны быть приложены теоремы утверждения поскольку это математическая физика как бы матописания дальше у вас должны быть описание алгоритмов и блок схем алгоритмическая часть дальше у вас должны быть реализованы комплексы программ вот программерская часть ну и соответственно должны быть получены результаты то есть модель должна быть исследована вот по всем этим путям по всем этим этапам мы и должны с вами пройти то есть вот ваш групповый проект на это и нацелен поэтому сейчас мы рассматриваем алгоритмическую часть то есть алгоритмы которые будут применяться при исследовании соответственно они должны быть выражены в блок схемах в каких-нибудь псевдокоде вы должны знать что такое псевдокод ну и все остальное в принципе понятно да в общих чертах стало пояснение да собственно вот эта вся ваша научная работа на этом и базироваться будет ну как этому вас и собственно мы готовим так что давайте у кого есть вы значит кто готов пожалуйста начинайте я отойду на две минутки пожалуйста кто готов начинайте я желающий выступить послушал дмитрий сергеевич и стало понятно что большая часть сделана не очень правильно мягко говоря но я думаю что надо попробовать рассказать то что есть и на основе вот этого как бы разобрать что нужно улучшить в какую как лучше делать я думаю что так попробуйте владимир тогда рассказать или кто-то из вашей команды я просто не знаю как у вас тут построена по схеме сейчас секунду я уточню там я уже рассказывал сейчас мы обсудим например у нас команде мы другая команда вот у нас скорее реализован больше третий вариант третий этап нежели чем второй потому что мы мы ну как бы ну как бы кратко написали алгоритм ну как написали да ну просто рассмотрели что нам нужно будет сделать и уже больше перевели это на то что машина считает а не мы считаем то есть мы в принципе ну понимаем как решается дифференциальное уравнение но именно последовательность правильность решения дифференциального уравнения нами описано не было вообще но больше 3 3 этап сделали чем второй то есть не совсем по графику вам нужно сегодня второй этап рассказать всем или как графику нужно рассказать второй этап и получается что ну по сути мы не выполнили задания просто ну давайте тогда попробуем наверно все-таки на серьге согласиться раз ни у кого второй этап не готов давайте попробуем посмотреть что у вас готово из третьего этапа как вам такое Ну и с третьего уже проще, потому что программные разработки были в любом случае, даже если они не оформлены. Хорошо, ну давайте тогда попробуем, у кого как бы, Дарья, может быть, в вашей команде кто-то готов рассказать, что вы смогли там сделать, разработать? Мы просто только построили графики, так что... Скажем так, мы посмотрели, рассмотрели все возможные случаи, которые могут быть у нас в нашем проекте. То есть, да, и как ведет себя, в принципе, которая описывает наше решение на графике, потому что график это и есть, в принципе, решение нашего уравнения, решение нашего проекта. Я просто не думаю, что это, ну как бы, вот прям правильно даже с точки зрения просто третьего этапа, потому что третий этап, он рассчитан, по-моему, на то, чтобы мы предоставили уже готовый код. Так, здравствуйте, извините, пожалуйста, да. Так, Дмитрий Сергеевич, значит, ситуация следующая. Значит, правильно ли мы поняли, что сегодня они должны были бы рассказать второй этап? Да, презентация. У них, после твоего объяснения, они понимают, что они не готовы к нему. Есть элементы третьего этапа в виде графиков, насколько я понимаю. Не, 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 ну все же поэтапно, все же обсуждали. Ну, значит, полного понятия нет, переносим еще на неделю. Но у вас уплотняются, тогда уменьшаются следующие этапы. Ну да, мы понимаем, просто... Третий этап проще, чем второй. Второй этап непонятен. Третий этап, он вот, мы с ним работали на протяжении полутора лет, как минимум уже, с третьим этапом, с реализацией и с объяснением этой реализации. Да, третий этап именно реализация, да. Второй этап, вам, видите ли, в чем еще ваша работа состоит, как научного работника, вам нужно выбрать нужный алгоритм, нужный метод решения задач. То есть, скажем, если у вас дифференциальные уравнения, обыкновенные дифференциальные уравнения, вы предлагаете, скажем, метод Рунгакута, например, и обосновываете, почему метод Рунгакута определенного порядка, скажем, четвертого или шестого, или второго. Сергей Сергеевич, у вас численность методов еще не было. Второй пункт. Не важно, не важно. Это знать должны и так. Значит, вы берете алгоритм, который используется, ну, у вас у всех, практически у всех дифференциальные уравнения, обыкновенные дифференциальные уравнения. Вы их все решаете, скажем, с помощью октавы. Вы смотрите, какие алгоритмы использует октава. Ну, скажем, Рунгакута четвертого порядка. И кратко описываете этот алгоритм, можете сравнить с другими алгоритмами, которые там есть и так далее. То есть, алгоритмическая часть должна быть обязательно. То есть, какой алгоритм используется. Кроме того, алгоритм решения задачи. То есть, это вот алгоритм решения конкретных уравнений. У вас там будут только обыкновенные дифференциальные уравнения. И алгоритм решения задачи. Тут точно так же, как и теоретическая часть. То есть, у вас есть входные данные, выходные данные. И средняя часть – это преобразование этих данных. Вот алгоритмическая часть – это и есть средняя часть. Вы должны рассказать, какие данные вы получаете, что с ними делаете и все. Соответственно, при описании алгоритмической части вы должны указать. Ну, скажем, если вы используете дифференциальные уравнения, вы используете начальные или краевые условия. Тоже это упомянуть и так далее. То есть, алгоритмическая часть – это то, что показывает, что вы понимаете, как решать задачу. А уже численная часть, то есть код – это как вы практически реализуете решение этой задачи. Так получается, что люди, которые занимаются матмоделированием, они практически мастера на все руки. То есть, они должны не только математически исследовать модель, но и подобрать, как ее решать, и в конце концов даже решить. То есть, это специализация нескольких людей в одном человеке должна быть собрана. Ну, к сожалению, идеальным нельзя быть во всем. В конце концов, специалист начинает разбираться в какой-то области лучше всех остальных, но надо стараться, по крайней мере, на этом уровне, хоть как-то все области рассматривать. Ну, так, тогда давайте мы все это перенесем на неделю и уменьшится тогда третий этап. Так я понимаю? Да, да. Мы сможем потом просто заходить, допустим, два этапа защитить. Ну, сейчас посмотрим, как получится все распределить. Я постараюсь распределить. Итак, а есть ли желающие докладываться? Нету. Еще по поводу докладов. У меня, например, тема создания презентации. Вам создание презентации, описывать, в принципе, порядок, правильность, да, оформление. Ну, что сможете, что сможете. Или, в принципе, о том, как правильнее... Нет, 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 это у нас... Вы можете, конечно, рассказать, как правильно делать презентацию, но вообще практическая часть должна рассматриваться, как делать презентацию, ну, скажем, из маркдауна и дальше получать разные варианты, в том числе и HTML, да. Знаешь, что я вообще... Да, а теоретическая часть, вы, конечно, можете свои мысли по поводу того, каким критериям должна удовлетворять презентацию. Конечно, да. Значит, есть желающие? А еще можно вопрос по поводу докладов? У меня просто тема более теоретическая – это повторные интегралы. То есть, что кроме теории мне нужно туда записать? Реализация вы должны показать, кроме теории, еще реализацию ее. У нас для вычислений – это октава, реализация ее на октаве. Как ее реализовываете? Все, поняла, спасибо. Так, еще есть желающие выступить? Нет, никто не готов. Ну, будем слушать позже. Хорошо. Значит, у вас в практической части в практической части у вас идет персональных проектов, создание слайдов и создание проектов. Давайте мы сейчас посмотрим, как эти слайды выглядят. Сейчас я открою. Продолжение следует... итак вы должны сделать следующее вы должны добавить в качестве слайдов это слайды для ваших презентаций группового проекта все добавляют эти слайды кто в групповой проект входит и кроме того сделать вкладку проекты и добавить проект соответствующий вашему групповому проекту вот смотрите у нас есть темы тема и вот тут есть сайт example контент и вот тут вот есть следующее выступление слайды и проекты выступление это вы выступление на конференциях но и выступление вы сюда добавите ваше выступление на на наших занятиях разница следующая дело в том что у нас тут высвечиваются только выступление вот talks слайды не высвечиваются слайды прикрепляются к выступлению то есть вы создаете выступление и к нему прикрепляете слайд и выступление находится в ком-то проекте но вот это слайды понятно да давайте посмотрим как вот эта вся структура будет выглядеть и так и так вот у нас заглушка для слайдов для толков выступлений и для проектов вы отсюда можете их использовать давайте посмотрим что я сделал слайд ну вот слайд у меня виде одного файла вот название слайда и виде одного файла где дается вот такой вот виде его содержимое как мы видим у нас есть заголовки секции они как заголовки первого уровня дальше идут наши слайды слайды называются по заголовкам второго уровня на слайдах информация сюда же можно добавить и графику пожалуйста и все что угодно и разбиение слайдов вот в тремя минусами это разбиение слайдов и после этого автоматически генерятся нужные слайды и так слайд собственно называется вот по названию каталога дальше вы делать итог можно назвать также можно по-другому назвать из чего состоит ток от состоит из картинки картинка у нас делается размером 19 на 16 19 на 9 16 на 9 то и размеры и размеры и идет это разрешение сейчас давайте посмотрим свойства 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 4000 но чем 16 на 9 а она идет все унифицированный тут размер 16 на 9 естественно чем больше разрешения тем лучшее качество картинки давайте смотрим из чего стоит выступление опять же название и ивант ссылка на ивант локейшин адрес это все понятно самари абстракт дата дата публикации значит вас интересует дальше указание на слайды вот это указанием тот слайд который у вас есть и указание на проект проект имеет вот такой вид значит вот проекты вы задаете проект опять же картинка вот она 2000 на 1125 вот это стандартный размерчик у нас опять 16 на 9 ну это декоративная картинка и дальше описание 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 проекта это просто заглушка которая пойдет потом описывать то что у нас есть и тут вот в так таги указатели мы название вот этого нашего проекта указываем ну и вот вот они проекты нажимаем на проект вот так которым будет цепляться все остальное и вот видите у нас выступление подцепилась со слайдом а слайд а потом это же выступление указывает на определенный проект вот вы создаете проект соответствую вашему групповому проекту и все это должно быть привязано вот тут вот в меню проекты вот она есть сейчас мы найдем лишь тут проекта у нас описываются языки это меню которое вы сделали сейчас это страница проектов как выглядит так вот проекта вот на вкладочка проекты и вот тут у нас написано проекты проекты описываются следующим образом у нас задается верху кнопки на фильтрацию вот они кнопки на фильтрацию все наука программирования и все у нас все таги тут у нас с определенными тагами а у нас задаются проекты проекты вот все наука программирование администрирование вот под этими тагами у нас все эти проекты цепляются и дальше он автоматом из каталога project цепляет вот эти проекты раскидывая их по тегам которые там есть то есть все делается автоматически автоматически все очень просто вы можете сгенерить сами с помощью юга new шаблон для этого проекта или взять из каталога с шаблоном темы тема там шаблоны для проектов и после этого вот такие вот проекты получаются и так вам нужно сделать проект который соответствует вашему проекту групповому разместить токс по этим по проектам 4 в конце концов токса будет и каждому токсу привязать слайд все и все это будет привязана к этому проекту так и так все ли понятно да вполне так вот это то что нужно сделать по персональному проекту значит а последний этап по персональному проекту сделать сайт двухязычным значит третий этап добавить проект слайды с выступлениями и выступления и четвертый этап сделать двуязычным все вот такая работа иначе следующий раз мы сдаем с вами проекты групповые второй этап хорошо а если например вот есть группа дал в группу проект и у группы например а в публикации слайдах да они во первых будут похожи например потому что все таки ну как бы нет это учил всех людей из группы одни и те же слайды будут я так понимаю в принципе одно и то же описание потому что да 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 это же групповой проект это нормально это все у всех и должно быть одно и то же вот просто например можно там ну грубо говоря перефразировать нет 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 у всех должно быть одно и то же это же групповой проекта вы группа его делаете и но размещаете каждый нас на своем слайде ваш группой на своем сайте свой группой проект да все все одно и то же вот так вот так еще вопросы о попу попу это откуда-то из горных районов с нами общаются как будто молнии бьют кто это до моно да давайте что такой вопрос куда карте добавьте и понять картинки картинки у нас вот смотрите вот с картинками все тоже очень просто значит вот у нас есть static статическая содержимое сайта но вы смотрите что у меня тут лежит у меня лежит файл robots это для роботов файл роботы его формально должны читать но читает не всегда значит тут у меня для яндекс webmaster и google webmaster информация то есть они идентифицируют сайт у меня по этой информации значит вот все что static он статично будет в паблик кидаться то есть без изменений файлы а мне виде файлов мои статьи скажем и картинки ну вот всякие картинки тут лежат да и я могу ссылаться вот скажем в посте могу ссылаться стандартным образом как ссылаются в маркдауне то есть ссылка же на карте ссылка на содержимое картинки и все маркдауне это стандартная функция как на картинку ссылаться можно в постах и ссылаться используя я вас крипт вот например у меня ну вот например я вот это стандартная строчка она в документации есть ссылается на изображение оно должно быть изображение в каталоге static имк вот это изображение относительно static имк идет и указывается что тайтл подпись к изображению и указывается в что мы используем библиотеку и используем lightbox ну то есть вот lightbox это у нас вы знаете я вас криптная библиотека для работы с изображениями тут можно просто галереи галерею сделать листать и так далее ну и lightbox на что дает мы можем нажать и вот он так вот выделяется и если у нас там ни одно изображение задается галерея то есть там несколько изображений тут будет стрелочки чтобы листать ну понятно это стандартное задание картинок то есть картинки помещаются в статик имк я тут для по каталогам раскидываю по годам чтобы просто не путаться самому вы можете кидать пожалуйста прямо вот каталог и отсюда они подключаются и смотрятся у маркдауна есть помните стандартная оператор для подключения картинки или мощи вот этим оператором которые есть документации подключать картинку с использованием библиотек я вас крипт все понятно примерно да хорошо еще вопросы проекту у меня они проекту докладу у меня темы язык разметки и я хотел уточнить мне нужно будет привести то есть все по языку разметки с примерами и нужно что значит какой язык разметки маркдаун маркдаун да ну основные концепции основные элементы языка можно небольшое сравнение с другими языками разметки но так поверхностно но вот основные выводы нет это практическая вещь вам нужно рассказать выводы хороший язык быстрый но имеет как кучу каких-то плюсов так и кучу минусов и вам выбирать использовать их или нет да вот так вот спасибо доклад по теме языки разметки не стоит упоминать и вот если вот будет рассказывать про маркдаун не стоит его упомянуть так поверхность у вас просто по языкам разметки там сравнительный анализ да хорошо спасибо ну да там рст там что тех язык разная я же все упоминать не буду латех ну что что сможете там что сможете то и упомяните это на ваш выбор вы выбираете где вы считаете наиболее интересные хорошие языки разметки так еще вопросы у меня просто ну вот я делаю 4 групповой проект но у меня в туисе самому он почему-то я не знаю слетел видимо не выбрался вот это же не критично если я буду загружать вот и на сайт себе загружу и в туис как бы в этапы загружу просто что он у меня не выбран в принципе 100 у нас есть ли вы делаете проект и там не выбрана то вы не попадаете список проекта нет я ну грубо говоря на туисе у меня не выбран этот проект но при этом я могу загружать туда это да 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 но я ставлю оценки по спискам проекта то есть если вы не не попали список проекта пусть весь проект напишет мне что вы входите в этот проект я вас добавлю и подправлю хорошо все члены я я я могу сейчас словесно подтвердить не надо словесно вы напишите есть если вот наверху письмо преподаватель начину там это как-то сообщение это знаете да 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 в туисе это каждый если просто все члены этого проекта напишет что такой-то человек действительно входит в этот проект я его добавлю и добавлю ему оценки да все еще вопрос есть тогда давайте на сегодня завершим вы делаете свои задания мы будем смотреть большое спасибо до свидания спасибо до свидания